Хорошо И чушь прекрасную несли Фонтаны били голубые И розы красные росли Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Хорошо ходить конем Власть держать над полным залом Не дрожать над каждым днем Вот уж этого навалом Хорошо быть молодым Просто лучше не бывает Спирт, бессонница и дым Все идей навевает Наши юные тела Закаляет иступление Вот и кончилось Ля-ля Музыкальное вступление Когда мы были молодые Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Фонтаны били голубые И розы красные росли Когда мы были молодые И чушь прекрасную Ну вот здесь все и начиналось Эстрадная студенческая студия Наш дом Сокращенно эст Полное название Наш дом Сюда на спектакли Приходили самые знаменитые И артисты И писатели Словом вся Москва Здесь были Иренбург И Светлов Сюда приезжал из Ленинграда Райкин Здесь регулярно бывал Назым Хикмет Вообще на спектакли Собирались как на премьеры Молодого тогда современника Столпотворение было у входа Ничуть не меньше Театра на Таганке Тогда еще не было А когда он появился То один маститый критик Вдруг заявил На обсуждении первого спектакля На Таганке Что молодой театр на Таганке Наследует традиции Известной эстрадной студии Наш дом А потом все кончилось Здесь же Тоже не без юмора Правда это был черный юмор Вот у меня в руках заявление Руководитель эстрадной студии Наш дом Марк Розовский И спрашивает у директора Этого дома культуры Разрешение Ознакомиться с решением Президиума Объединенного правкома МГУ Который обсуждал спектакли Нашего дома Ровно неделю Тогдашний директор Этого дома Тоже наш ровесник Тогда молодой человек Правда он сделал роскошную карьеру Иван Несвид Размышлял А потом написал Отказать Будет предоставлена возможность Ознакомиться с приказом О закрытии нашего дома Так что почему закрыли Эстрадную студию Наш дом Толком никто никогда не объявлял Правда Некоторую разгадку Дает вот эта газета Это многотиражка Московский университет За 12 мая 70-го года И здесь очень бойкое Явно молодое Хотя и анонимное На всякий случай Перо Излагает Позицию Позиция это следующее Эстрадная студия Наш дом Вредна Потому что она идеологически Не выдержана Эстрадная студия Наш дом Не нужна Потому что она Занимается Какими-то поисками Своего собственного Пути в искусстве И не идет Фарватере Указаний А самое главное Эстрадная студия Университета Наш дом Бессмысленна Потому что Она не перспективна И люди Которые здесь Собрались Не перспективны Для советского искусства Но не перспективные люди Собрались тогда В нашем доме Вот Не перспективные И эти тоже Ежегодно Мы собираемся На день рождения Давно не существующего Театра Но прежде Я приношу Извинения За нарушение Традиционного Телевизионного Этикета Люди с которыми Я буду говорить Мы все Давно дружим Давно говорим друг другу Ты а не вы Не хочется устраивать Спектакль Нового знакомства Глупо Поэтому В нашей передаче Ты Не амикошонство А доверие Нам вообще доверяли И зрители И театры Где работают Бывшие наши Неперспективные актеры Режиссеры Вот эти самые знаменитые театры Посмотрите Итак Отцы основатели Представляю Илья Рудберг Кандидат искусствоведения Известный педагог Известный мастер пантомимы Теоретик пантомимы Лаборатории В Пензе В Москве Ленинграде В Варшаве Будапеште Берлине И так далее Автор нескольких книг Альберт Аксельрот Кандидат медицинских наук Известный реаниматолог Старший научный сотрудник Имеет свою собственную Рубрику На центральном телевидении 03 Это для тех Кто не спит В половину восьмого утра Автор нескольких книг Марк Розовский Режиссер Драматург Пьесы идут В Москве Ленинграде Разных городах страны На Бродвее В Лондоне В Париже И в остальных столицах Европы Автор не только спектаклей Но и театров Создатель самого шумного Студийного театра в Москве Театра у Никитских ворот Автор нескольких книг Вы собой, ребята, довольны? Я доволен ими Я доволен ими Я доволен, что наш дом не рухнул Ваша замечательная карьера Произошла все-таки в то самое время Которое мы называем Временем застоя Дело в том, что даже в застойное время Реанимация была разрешена Поэтому я был в полном порядке На этом, наверное, и возник наш театр Потому что то, что было нельзя, мы делали А то, что было можно, нам не разрешали Я как-то, честно говоря, не очень понимал Что живу в застойное время Это потом нам всем объяснили Жизнь, конечно, была непроста После закрытия студии «Наш дом» в декабре 69-го года Многие из нас оказались безработными Судьбы многих из нас оказались исковерканными Но мы продолжали трудиться Испугать тех, кто прошел школу эста Это было непросто Разогнали наш дом Они пошли строить другие дома По тому же, образу и подобию Михаил Кочин остался архитектор За эту работу Получил государственную премию В свободное от архитектуры время Он зарабатывает неприятности В ансамблях Ихинук В шагу В шагах Канал Хик! Рядовой кочет Вот у вас на работе ничего не пропадает? Пропадает В последнее время эпизодически пропадает желание работать Так это же надо объявлять все союзные розыск, понимаете? Искать пути Да и ищут, ищут Может быть плохо ищут? Нет, ищут хорошо, но медленно Может быть зарплата плохая? Нет, зарплата хорошая, но маленькая Может быть начальство плохое? Да нет, начальство хорошее Только его очень много на душу населения А ну а как же перестройка? А что перестройка? От перестройки слагаемых сумма не меняется Станьте, струйте Капельмейстр Покровский Песня, из которой все ясно, как дважды два Как известно, мы веселые ребята И живем в стране огромной и богатой Ну а если б мы вели себя иначе То она была бы у нас еще богаче А когда наступит этот рай И успехи плыгнут через край Обидны лишь тогда, когда душой и телом Каждый будет занят своим делом Чтоб росли быстрее наши достиженья Мы хотим к своей работе уважения Мы хотим, что тот, кто нам дает советы Сам хотя бы немножко разбирался в этом И тогда в ушах исчезнет пул И нормальным будет стол и стул И тогда никто из нас не против Весь рабочий день работает на работе Мы всегда шутить и веселиться рады В каждой шутке есть большая доля правды Лучше быть всегда здоровым и богатым Чем известным, но больным лауреатом А пока вперед зовет труба Ведь не работа, а одна борьба А пока от края и до края Широка страна моя родная А пока от края и до края Широка страна моя родная Информация к размышлению Телекс Толексу В связи со сносом Храма Христа Спасителя Центр предлагает отстоять литургию В бассейне Москва Бог, помощь, папа Не думай о культуре свысока Но часто так бывает, к сожалению Дома стояли целыми века А разрушают их в одном мгновенье Мгновенья мелькают, как в рюк Решения мгновенья смешали Настало время охранять среду Которую давно не охраняли Если долго-долго рушить Никого вокруг не слушать Если очень постараться Чёрно можно всё сломать Восемь можно спохватиться Можно даже позвутиться Можно даже победиться И облоки охранять Ах, еж в полокольне вот такой пушины Вот такой пушины Ах, красные ворота вот такой шевели Вот такой шевели Ах, морозеньки и полянки Ах, морские столянки Ах, и садовое кольцо С кольцом мы в одном месте Где ты, садовое кольцо? Там-там! Писатель Владимир Панков Остался писателем По совместительству Он, правда, стал редактором фитиля Где неоднократно искал И находил на свою голову Самые разные приключения Вот такой шевели Как Beau gia Крыль! ПЕРЕДОВА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕРЕДОВА ПЕРЕДОВА Да? Я с повинной. Здрасте. Можете? Да-да, проходите. Садитесь. Я постою. Я пришел с чистосердечным признанием, я пришел вам выложить все карты. Видите на мне скромный поношенный костюмчик. Костюмчик так себе. Между прочим, тонкая английская кожа, но пришита наизнанку. Костюмчик так себе, но жутко дорогой. Что-то я вас не понимаю. Сейчас все поймете, все поймете. Видите, стоит мой драндулет. Запорожец? Да, но с мотором от Мерседеса, с креслами от Кадиллака. Зачем? Да, есть еще у меня три шубы, норка под кролик. Может, кролик под котик, а? Что же мне недооцениваете? Что я врать сюда пришел? Садитесь. Я с чистосердечным признанием. Я постою. Шубы самые, что ни на есть, норковые, но вид имеет кроличьих. Иначе нельзя, иначе никто не поверит. Как-то можно на такую мизерную зарплату иметь три норковые шубы. Ну что, я вас заинтриговал? Да, пожалуй. Позвольте глоток водички. А вот, пожалуйста. Спасибо. Заметьте, еще у меня есть двухэтажная дача, но она замаскирована под коровник. А откуда у вас это все? Здесь все. Здесь все приходно-расходные книги, квитанции, все сходится тютелька в тютельку, подписи, самые что-нибудь настоящие, печати тоже. Но все это липа. Я вам потом подробно расскажу, как этот клубок размотать. Садитесь. Я с чистосердечным признанием. Я постою. Вы можете подождать секунду? Нет, спасибо. Я не могу. Нет, я не могу. Вот как. Любопытно знать, куда это вы так торопитесь. Видите ли, видите ли, там мне на квартире в Лебяжьем переулке должен прийти человек с минуты на минуту от вас с обыском. Но вы запишите. Я первый пришел к вам сам. Петухов, в Лебяжий переулок посылали людей? Спасибо. Тут какая-то ошибка. Вас, по-моему, разыграли. Может, кто из сослуживцев? Да. Я тогда тоже пошутил. Садитесь. Я с чистосердечным признанием, я постою. Признание признанием, а посидеть придется. Лауреат Ленинской премии, кинодраматург Игорь Ицков. Игорь, вопрос такой. Не мешало ли тебе традиции эстрадной студии «Наш дом», навыки, обретенные там, в той твоей работе, которая привела к получению Ленинской премии? Ленинской премии. Эстрадного спектакля, к КВНу, к старому, к литературе, к метрополю, если хотите, к сегодняшним нашим успехам, к получным шедеврам. Это все огромная среда. И когда вот Марк Розовский, Альберт Акселерот, Илья Рудберг, это незабвенные трио создавали этот театр, у меня было ощущение, что мы присутствуем при рождении большого дела. И когда строился наш дом, и когда сейчас мы наш дом перестраиваем, для меня это очевидно, что этот театр был обогнавший в свое время явление. Это в истории театра будет, видимо, не меньше, чем, скажем, истории современника или других коллективов. Во всяком случае, это была одна из тех студий, одно из тех начинаний, которые подготовили сегодняшние процессы обновления. Да, да, было, 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 веселое время, было, было веселое время в Одессе, был такой же театр, мы всегда следили друг за другом. И, как видите, нас связывает и Марка, и нас связывает одно имя Аркайса Акчарайкина, который дал нам всем путь в эту вашу жизнь. Почему мы сегодня здесь? Во-первых, потому что мы очень любим Марка Розовского и его артистов, мы с ними очень много лет знакомы, дружим. И недавно работали вместе с Розовским. Это единственный и первый режиссер пока, который нам не мешал. За это мы ему благодарны, и он выпустил с нами спектакль, который называется «Птичий полет». Вот сцену из этого спектакля мы вам покажем. Мы летим над страной и, естественно, заканчиваем в больнице. Только в больнице понимаешь, что есть жизнь, потому что есть смерть. Коля, я умираю, Коля. Больные врачи создают празднично-болезненное гуляние по коридору. Нянька, утку давай. В половине второго, гремят кружками и ложками, в кассу выстраивается кашлящая и пукающая очередь, откуда протягивается тарелка с супом и кашем. Нянька, утку давай. Бесплатное лечение, как и бесплатное питание, характеризуется тем, что за них невозможно заплатить. Нянька, утку давай. Отсюда на них никак невозможно влиять. Лечат тебя или гробят, кормят или травят, ты же не знаешь. И принимаешь из чужих рук тарелку с кашей и укол в задницу с покорностью коровы. Нянька, утку давай. Что-то у меня сегодня уколы хорошо пошли, а? А у меня печет, печет и печет. Ну что, пришел здоровый, сейчас больной. Мы выясняемся с соседом по палате, оказывается. Вот уже три дня, как нам перепутали уколы. Его лечили от моей болезни, а меня от его. Но если им все равно, то и нам все равно. Больница! Нянька, утку уже не надо. Что ты скажешь, ни няньки, ни утки. Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Этот зажег лапочку и скончался. Тот вошел к министру и упал. Министр что-то хотел ему сказать и скончался. Референт стал кричать на буфетчицу головой в салат. Тот вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Этот вошел в море и утонул. Тот зашел за калитку и скончался. Этот сел в такси и в реанимацию. Девушка что-то вспомнила и не откачали. Такое вспомнила. Дирижер взмахнул палочкой и головой в пепеток. Дворничиха ползасоба задвинула и скончалась. На ползасобе. Вот что творилось. А сколько еще живет? Дирижер взмахнул палочкой. А я тебе говорю! Без горячей воды человек жить не может и зимой, и летом. Так отчего же у нас её отключают? Человек не может жить, не высказывая около половины того, что он думает. Человек не может жить, не бывая в разных странах. Так а мы же не бываем. Человек должен жить, не нарушая законов, если эти законы не мешают ему жить. Законы не должны мешать, их нельзя нарушить просто живя. Человек не может жить, всё время нарушая и неся в себе комплекс вины. Так а почему же у нас, граждане, не нарушайте? Законы должны быть такими, чтобы их было очень легко нарушить. Человек не может жениться ради прописки и ради комнаты. Человек не может жить в одной комнате с бывшим мужем или бывшей женой. Человек с ума от этого сходит! Как не может, а мы же живём! Значит, это не человек! Человек! Это не человек! Человек! Человек не может жить в согласии с окружающими. Он в семье конфликтует? Конфликтует. Как же он может жить, не конфликтуя с обществом? Как может жить? А животные? Если человек не может, то и животные не могут. Они идут вслед, вслед, вслед. У человека нет еды и у них нет. Почему у нас, по-моему, скот живёт неплохо? Только насекомые. Они из противоположного мира. Чем человеку хуже, тем им лучше. Человек не может назначаться популярным. Или назначаться поэтом. Он им становится. Почему? А мы читаем, присвоить звание народного. Присвоить. Он, может, и не хочет, а ему присвоят. Ну, понимаешь, ну как нельзя назначить красивым? Мы академиком назначаем. Их избирают. Академик? Их избирают. Если я человек, если ты человек, если он человек, если он человек, профессор, он не может быть тупым. Почему? У нас тут один обществовед такой. Он не может быть профессором. Он профессор. Он профессор. Про-пи-сор. Он говорит, прецедент, лаборатория, вы правы, мы начальник. Не может быть. Он говорит, мы начальник большое дело. Не может быть человек, если он живёт здесь, не может говорить неправильно по-русски. У нас все неправильно говорят. Ну, как корова не может неправильно мычать, понимаешь? Для того, чтобы её корову поняли, а надо нам мычать правильно. Если она хочет, чтобы её поняли. Ну, а не хочет, так и. Она же мычет. Значит, не хочет. Она столько лет мычет. Она же хочет тоже. Человек, если он человек. Ну, человек, он человек. Вот если человек есть человек, он не может врать. Человек врать не должен. Если он врёт детям, он может быть уверен, что дети солгут ему. Человек врать не должен. Не существует такой цели, ради которой можно было бы врать людям. Нет такой цели. Почему? В интересах общества. Да не могут быть интересы общества такими, чтобы даже один врал в интересах общества. Не может быть, чтобы интересы общества мешали ему жить. Человек. Да общество, общество. Ой, ой. Ой, нянька. Нянька. Кричи, кричи. Вот так вы все и качаете. А нянька будет жить вечно. Ну вот, эстетика двадцатилетней давности. В урочный день, в урочный час. Мы снова рады видеть вас весёлых, любознательных друзей. Берите в руки карандаш. Мы начинаем вечер наш. Садитесь, спайте с ней. Пусть кому-то повезёт, а кому-то нет. И не нравится вопрос, и не сходится ответ. И всё ж берите в руки карандаш. Мы начинаем вечер наш. Мы ждём вас, друзья. КВН, между прочим, тоже придумали в нашем доме. Ну, разумеется, вместе с журналистами из молодёжной редакции телевидения. И открыли. Вроде как филиал нашего дома в бывшем театре имени Сталина. Ещё один неперспективный. Первый из авторов и ведущих. Друзья, если вы помните, точно таким же движением мы начинали нашу предыдущую передачу. И в нашем доме и в КВН Чаплина и Райкина почитали за прямых родственников. Просто называйте ошибки. Внимание! Первое! Слушаю. Молоточек явно не докторский. Но и доктор Аксель Рот, превращаясь в режиссера Аксель Рота, выбирал для общественного обезболивания средства поделикатнее. Он ставил спектакли и новеллы, поэтичные и возвышенные. Он определял новые пути того театрального направления, которое сегодня именуют «Малая сцена». Рэй Брэдбери, Ирвин Шоу, Франсуаза Саган. И все впервые в Москве. И с таким же увлечением он играл в КВН. КВН 60-х. КВН 89. Публика изменилась. Аксель Рот тоже. Когда игру возродили, его посадили в кресло отца основателя. Алик. Во что говорить? А, понял. Этот конкурс когда-то был импровизационным, но теперь в эпоху гласности мы не могли скрывать три дня от команд все это. Итак. Итак, врач победил режиссера. Разговаривать пришлось идти в клинику. Я смотрю на эту больничную палату 21 века. слушаю все, что здесь происходит и понимаю, что реанимировать тело человеческое ты и твои коллеги уже умеете. А что ты думаешь о реанимации души? Не кажется ли тебе, что сегодня эта проблема не менее болезненная и не менее острая? Да, дело только в том, что мы, к сожалению, еще и тело-то не научились как следует реанимировать. И даже если взять все эти великолепные железные штуки, то с телом не все в порядке. С душой, я думаю, что с посложнее. Во-первых, потому что мы долгое время говорили, что души нет, есть мозг. А с мозгом там, конечно, попроще. Отсюда убрать, сюда вклеить, отсюда отрезать, что-нибудь завести туда. А вдруг, вдруг оказалось, что есть душа. Не просто душа населения, а просто душа. А так как то, что мы не знаем, не можем пощупать руками, очень трудно реанимировать, поэтому это первая трудность. А вторая трудность, на мой взгляд, заключается в том, что у нас просто нет привычки работать с душой. И это не, прости, не каламбур, а просто действительно так вот. Работать с душой, так, чтобы что-то делать для души. Вот обеспечить, да, сделать, да, а вот для души. Конец 50-х, начало 60-х годов. Дали нашей сатирической словесности и эстраде большую группу звезд, причем главным образом поменявших скальпель и стетоскоп на микрофон и перо. Это было на твоих глазах. Как ты думаешь, почему тогда искусству понадобилось столько медицины? И как это происходило? Ну, дело в том, что, во-первых, я хочу сказать совершенно искренне, все дело заключается в том, что существует такое расхожее мнение, что вот были медики, которые в поисках легкой жизни взяли и перешли из своей профессии в эстраду, в сатирический жанр, что вот Акселерот был, он молодец, он не бросил профессию, вот он героин. На самом деле, я абсолютно глубочайшим образом убежден, что то, чем занимаются бывшие медики, а ныне эстрадные авторы, подписатели, дело, по-моему, гораздо более трудное. Их ведь было довольно много, их было много. Ну, Горин, Арканов, да ну, много их, и это очень хорошо. Я тебе скажу, что, вообще-то, в этот вспышка 60-х годов, вообще 60-ники, это были люди, которые, ну, во всяком случае, в тот момент, это был такой взрыв эмоциональный, и так хотелось помочь людям, помочь в самом лучшем смысле, проявиться, выявиться. Вдруг появилось ощущение личности. Ну, вот личность, вот она есть, оказывается, вот та душа, о которой ты спрашивал только что, она же, оказывается, в 60-х годах вылезла. Вот эту душу можно было, оказывается, реанимировать. И эту душу реанимировать чем? Юмором, смехом, насмешкой в лучшем смысле этого слова. И поэтому, ну, что я тебе хочу сказать? Вот мне кажется, что люди, которые были медиками, это люди в основе своей готовые сострадать. А сатира – это в конечном итоге в основе своей, мне кажется, сострадания, в высшем смысле этого слова. Во-вторых, сатира неминуемо связана с юмором, а врач без доброты, без тепла, без юмора – это, ну, вообще, наверное, не врач. И поэтому, мне кажется, что те врачи, те люди, которые стали, сделали шаг из медицины в сатиру, они не поменяли профессии. Они, по сути дела, просто занимаются, ну, действительно, реанимацией души только другими способами. Скажи, пожалуйста, что, по-твоему, общего между этим залом и сценой КВНа? Ого! Ничего себе вопрос! Хеллоу, зритель уши грамм, светит и забытый дача, тёща и гараж. Перед тобой зритель свет зажгла, рампа и на стену хлынула реквизиты, антураж. А ты сидишь, скучный ты сидишь, словно не жуёшь себе с котлетой бутерброд. Плохо нас знали, долго мы ждали, а хотелось бы совсем, а хотелось бы совсем, хотелось бы совсем наоборот. Вот это вот ощущение едидения в процессе какого-то общего дела, это самое важное. И с этой точки зрения ранний эст и ранний КВН был для меня гораздо более важной вещью, чем сейчас, потому что сейчас это блестящее шоу, были прекрасные вещи, но клуба, микромира сегодня нет. Не кажется ли вам странным, джентльмены? Наш поединок вот-вот начнётся, а соперника ещё здесь нет. Ой, если вот-вот начнётся, джентльмены, то мне кажется более странным, что мы ещё здесь есть. Больше мужества, сэр. Вспомните, как ведут себя настоящие джентльмены перед смертельным поединком. Как же? Они ведут светскую беседу. Ну, смелее. А, смелее. Слышали, джентльмены, говорят, можно смелее. Итак, джентльмены, о чём говорят сегодня в свете? Вы имеете в виду в свете того, о чём сегодня говорят? Вот сейчас, говорят, вузы принимают уже по-новому. Говорят по-новому, принимают по-старому. Вы так молоды, сэр. Откуда столько скептицизма? Вы постарше, сэр. Откуда столько оптимизма? Зеркала. Окружают нас всех в зеркалах. Там в холодных глубинах стекла Отражаются наши дела. Так заглянем, была не была. Лишь и заглянуть над собой Хоть чуть-чуть посмеёмся, посмеёмся. В зеркала мы глядим, значит, с прошлым своим Расстаёмся, расстаёмся. Чтоб в веки друзья никаких нам зеркал не бояться, не бояться. Нужно искренне жить красотой, дорожить и смеяться. ПЕСНЯ 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 Скажи, пожалуйста, ну а вот если бы сегодня нужно было составить команду КВН из бывших эстовцев, из бывших актёров, режиссёров и музыкантов нашего дома, кого бы ты назначил капитаном? Я думаю, что тебя это не удивит. Я бы назначил Илью капитаном, потому что он импровизатор первоклассный. Дебют в кино, 1961 год. Короткометражка. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Понял? ПЕСНЯ Взял штатника. Кромай ко мне. Мэри прихвати для компашки. Илюш, после того, как закончилась твоя работа в эстрадной студии «Наш дом», у тебя появилось несколько вариантов карьеры. «Довольно лихо начиналась кинокарьера, причем карьера комика, то есть амплуа очень редкая и очень выгодная и прибыльная для актера. Во всех отношениях выгодная и прибыльная. Начиналась довольно лихо твоя эстрадная карьера. Тебя уже знали и на тебя ходили как на звезду. Наконец ты кончил режиссерский факультет Гитиса у великого нашего педагога Моресины Кнебель, которая прочила тебе большое режиссерское будущее. Тем не менее, ты выбрал совсем другое. Ты выбрал пантомиму. Почему? Наверное, пантомима может выразить все. Во всяком случае, я не знаю того, что она не может выразить. А так как Марсель Марсо и мне говорил, и вообще любит повторять, что пантомима безумно болтлива, поэтому даже случайно она может сказать правду. Хоть рождена для того, чтобы говорить только правду. Вот так и осталась пантомима. Но и пантомима ведь сейчас преломилась. Сейчас по существу, как мим выступаю очень редко, как режиссер пантомимы чаще, но тоже редко учу. Один из первых и любимых учеников. В прошлом актер нашего дома, ныне звезда театра на Таганке. В прошлом актере на Таганке. В прошлом актере на Таганке. КОНЕЦ Что касается кино, в кино меня действительно очень много приглашали, но потом часто говорили, что у меня не социальное выражение лица. Михаил Ильич Ром так не считал. А ничего, что мы шли за столы? Девять дней одного года. Что? 1962 год. Ну, все в порядке, да? Спасибо. А это год 1989. Сейчас он будет вспоминать молодость. Что? Ну, что? Эта миниатюра сыграно несколько тысяч раз. Почти классика. Здравствуйте, что ли? Чего? Я говорю, вы что говорите, здравствуйте, что ли? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Что, экзамен пришли сдавать? Чего? Я говорю, вы что, экзамен пришли сдавать? Поздно, молодой человек, я уже закончил прием в девять часов. А у меня... А у меня... А у меня... Что? Ну, вот у меня... Мама, что ли, у вас там? А при чем здесь мама? Ну, хорошо. Проходите, садитесь, только меньше времени будет на подготовку. Это... Это... Быстро, быстро, я очень спешу. Номер зачетной книжки. Номер. 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 Ноль, ноль. Что ноль? Два нуля. Два нуля? И, и, ну, и, и, ну, и? И, да, двойка. Двойка? Фатально, фатально. Очень. Бери блядь. Куда пошёл? Бери билет, быстро, быстро. Этот, 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 этот. Любой. Любой. Вот этот. Вот этот. Бери. 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 Бери! Бери! Номер билета. Я спрашиваю, номер билета. Есть. Я знаю, что есть. Ты мне его скажи. Ну, там наверху, две такие... Да не там наверху, а здесь наверху. Две такие маленькие цифрочки. Быстро, быстро, ну, быстро говори. Две маленькие цифрочки, ну. Третья? Тридцатый? Тринадцатый? Ага. Фатально, фатально. Очень. Тринадцатый билет. Садись, готовься. Тринадцатый билет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я говорю, вот здесь села муха. Определи ее проекцию вот на эту плоскость. Вот муха, вот плоскость. Муха? Муха? А мы про мух не проходили. Ну, точка, точка, точка. Куда пошел? Куда пошел? Не муха, не муха, а точка. Где будет проекция вот этой точки вот на эту плоскость? Где? Нет, 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 нет. Не знаешь, ничего не знаешь. Ничего, ничего не знаешь. А я учил. Придется повторить. А я учил. Придется повторить. А я учил Придется прийти в следующий раз А у меня мама А при чем здесь паспорт? А я не знаю Ну хорошо, хорошо, хорошо Скажи мне, что такое... Не знаю Что такое эллипс, ты знаешь хотя бы? Эллипс, ну? Эллипс, я знаю Ну слава, хоть что-то, хоть что-нибудь Эллипс, вот, да, да Вот так вот, слышь, нет, вот Вот так, а потом И это что, все? Это? Да Нет, нет, еще вот Твоя шпыргалка? Нет, нет, это ваша Вот тебе твоя отметка И чтобы я тебе больше никогда 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 У себя не видел Все Мама, ты тройка За что тройка? Витя! Скажи, пожалуйста, но в кино тебя позвали после эстрадной студии университета? Нет До того? В кино меня позвали после эстрадного ансамбля «Цедри» «Первый шаг» Я еще инженер обработал и уже был киноактером Когда вы создали втроем студию, вам было трудно втроем? Нам было прекрасно втроем Нас четверок, пока еще мы вместе И дело есть, это дело чести Девиз наш все за одного Лишь в этом наш успех Канария Я задержу их, ничего Вперед! Один за всех! Итак, что для тебя, для профессионального композитора с именем, с репутацией означает три слова? Эст наш дом Очень много Я просто даже уверен в том, что эст наш дом явился началом всех начал в моей жизни Это, наверное, тот биографический перелом, который случается в жизни каждого человека Будь то творческое лицо или человек, занимающийся любой другой профессией Та биография, с которой начинается этот человек и которую он всю жизнь с этого дня ведет отсчет своим успехам, неудачам и вообще жизни Так что для меня это просто начало моей жизни Я думаю, что тот дух студийности, на котором я воспитан, не дает мне покоя до сих пор в моих делах и вызывает удивление моих друзей Уже втроем, уже у нас потери Но жизнь дуэль, чего же мы хотели? Дериз наш все за одного Лишь в этом наш успех Я задержу их, ничего Та игра, в которую мы включились вместе с тем же Марком Розовским, с поэтом Юрием Ряшенцевым Когда работали над спектаклем «Три мушкетера» и когда работали под последствием и над фильмом Д'Артаньяна «Три мушкетера» Это игра, это озорство, это молодой дух И какие-то поиски чего-то нового, какой-то ироничности Приподнятости над просто приключениями Д'Артаньяна Я думаю, вот этот вот дух тогда сохранялся Увы, мой друг, теперь нас только твое Но тоже в нас стремление роковое Певиз наш все за одного Лишь в этом наш успех Мы встретимся, Атос, обязательно встретимся Я задержу их Ничего Вперед Один за всех Как ты относишься, ты профессиональный композитор, написавший знаменитую теперь уже песню На слова профессионального поэта Юрия Ряшенцева Как ты относишься к тому, что основным исполнителем этой песни из «Трех мушкетеров» является Марк Розовский Не владеющий ни нотами Не имеющий голоса И со слухом у него тоже не лучшим образом Как ты к этому относишься? Ну, вы знаете, многие режиссеры Всегда стремились петь и стремятся до сих пор Ну, я не согласен с тем, что у Розовского Розовский очень музыкальный человек Это давало ему основание Его музыкальность внутренняя У него все поры дышали музыкальностью И до сих пор это существует в нем И поэтому создавались такие музыкальные, насквозь пронизанные музыкой спектакли Но все-таки, вот если бы сейчас стал вопрос о выборе исполнителя для нашей передачи Ты предпочел бы Розовского или профессионального исполнителя? Розовского Розовского Сто шпионов решили И гнёт француз Извест на кардиналу Ой, что же я говорю? Шпионы там, шпионы здесь Без них не встать Без них не сесть Сдохнёт француз Извест на кардиналу Ой, боюсь, боюсь Вот в птицу метишься Шпион! С девицей встретишься? Шпион! Ты прочь, что ж, известна кардиналу! Пойдешь в стратегир, сидит шпион! Я бы выдалил одну работу среди всех своих работ сегодняшних. Она... это вообще-то кино, но для меня она сугубо театральная, как ни странно, работа. Это музыка в кинофильме «Мэри Поппинс. До свидания». Потому что сама, опять же, идея этого фильма, сценарий в первоначальном виде, он был близок, опять, всего тому, что я привык делать, будучи воспитан, опять же, в эстрадной студии «МГУ Наш Дом». Кружит земля, как в детстве карусель, А над землей Кружат ветра потерь Ветра потерь Разлук, обид и зла Им нет числа Им нет числа Сквозят из всех щелей Сердца людей Срывая дверь с петель Круша надежды И внушая страх Кружат ветра Кружат ветра Сотни лет И день и ночь вращается Карусель Земля Сотни лет Все ветры Возвращаются Возвращаются На круги Своя Но есть на свете Ветер перемен Он прилетит Прогнав ветра измен Разбеет он Разбеет он Когда придет Пора Ветра Разлук Обид ветра Сотни лет И день и ночь Вращается Карусель Земля Сотни лет Все в жизни Возвращается На круги Своя Сотни лет ... Все в жизни Возвращается На круги Завтра В прошлому Субтитры создавал DimaTorzok Он придет, он будет добрый, ласковый Ветер перемен Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться Перед зеркалом седым, независимо держаться Хорошо всего хотеть, брать своей неукраткой Гордой гривой шелестеть, гордой славиться повадкой То это затевать, прорваясь тем этим, вечно повод подавать Раздувало в жарких сплетен Когда мы были молодые Когда мы были молодые И чушь прекрасную несли Итак, наш дом оказался ненужным университету Но понадобился самым знаменитым театром Киноэкрану И вот финал Прощай, моя любовь Судьба разлучает нас Но в моем сердце ты будешь жить Вечно Как они ведут себя, простите, пожалуйста А вот ты, Хью, в своей жизни хоть раз Произносил слово, пожалуйста Да заткнись ты, ради бога, без тебя тошно А-а-а А тот бы джентльмен сказал Заткнись, пожалуйста, Хью 20 лет в театре на Таганке после нашего дома Театрального образования у Синии Фарады не было Был диплом инженера Но Юрий Петрович Любимов почти не задумываясь Взял его в свой театр Как, впрочем, у инженера Филипенко И еще нескольких эстовцев За что? За пластичность За остроту восприятия За веру в великую силу искусства И за юмор За юмор, без которого играть на сцене И вообще жить становилось все труднее Это он, Валюшин Он! Он? Он! Он? Интересно, я думал, это она А это он Интересно Ну и что же мы, Валюшкин? Молчи, нет Что нет? Он не может говорить То есть он Он не может правильно говорить Ах, не может Это интересно Это уже лучше Ну почему же мы, Валюшкин, не можем? А? А моча у нас, Валюшкин, нормальная? Моча у нас хорошая И кровь хорошая Хорошая Он донор И дружинник И дружинник Правильно И дружинник Правильно Правильно Никогда ничего Никогда ничего Прям не знаю Вдруг Никогда ничего не было Никогда и вдруг Никогда ничего не было Работники Института технической информации Единодушно поддерживают Почин коллектива Гординной фабрики Работать только без опозданий Сделай тише радио Мишку разбудишь Что вы тогда вам включаете? Я бы еще 20 минут спал Пап, ты расписался? Без... без... Без денег, лоботряс Безусловные успехи образования В школе номер 16 Неуклонно растет успеваемость Учащихся Повышается их дисциплина Ну, папа Ты даешь Где ты пихнул? Пассажиры маршрута номер 123 Как пассажиры других маршрутов Полны искренней благодарностью К автомобильному управлению День ото дня Улучшает работу наш транспорт На карте города Появляются все новые и новые маршруты Достигнутые успехи Не пришли сами по себе Алло Олег Иванович Вас Женский голос Алло Алло, Олег Алло Ну что ты там мучаешь? Я тебе хочу сказать Что сегодня придет мама Зайди в магазин И купи что-нибудь к чаю И я тебя предупреждаю Что ты ее у тебя с ней нормально Это моя мать И я прошу тебя не демонстрировать Каждый раз Что ты ее терпеть не можешь Наконец-то пожилой человек Заслуженным почетом Пользуются в семье Представители старшего поколения Наша цель Окружить их еще большим вниманием И еще большей теплотой Скотина А-а-а-а- ого-о-о А-а-а! Молодец! Козёл ходят тут всякие. Ты что, чокнулся, что ли? Глаз у тебя нет, а? Нажрался с утра? Сбылось отсюда! С каждым днём хорошеет и благоустраивается наш город. Всё большую глубину приобретает забота о пешеходах, закрывается движение транспорта. Доступнее ближе становится для горожан в мире кинотеатных музеев, выставочных залов и стадионов, молочных баров и травматологических пунктов. Пошёл, увидел, взял за горло и победил. Вот это и есть научная организация труда. Спасибо, Олег Иванович, это во-первых. А во-вторых, мы посоветовались тут и решили взять вас, Голубева, из бригады и перевезти в бригаду Саркисова. Надеюсь, вы не поссоритесь, вы же друзья не возражаете? С небывалым трудовым подъёмом встретила бригада Варюшина весть о переводе Голубева в бригаду Саркисова. Постойте. Нельзя стоять на месте. Инициатива товарища Саркисова. Основанная. Основанная на научных достижениях. Я был инженер, актёр студии, а сейчас я профессиональный актёр театра на Таганке. Я считаю, что я неплохой выбрал путь. Ностальгия по тем годам, которые я провёл в студии «Наш дом» просто удивительна. Я всегда с большой любовью вспоминаю всё это время. Хотел бы как-то это повторить, но почти это невозможно. Хотя некоторые спектакли Юрия Петровича Любимова мне говорят о том, что я нахожусь в нормальных условиях. Кстати, вот в связи с этим, есть ли действительно какие-то пересечения работы в нашем доме и работы в театре на Таганке у Любимого? Да, есть большие пересечения. Дело в том, что театр Любимого, несмотря на его особую сценографию, он очень эстраден, он замешан на таком же специфическом материале литературном, как и у нас было, когда мы играли «Вечер русской сатиры». Юрий Петрович берёт тоже литературу высокую, Булгакова и так далее. Вот. А в эстетике? Эстетика совпадает в некоторых своих аспектах, совпадает. Но не во всём. Всё-таки у нас была студия, а это чисто профессиональный театр, но особого качества. Он очень близок к студии, но не студия. Ну! Вот так! Довольно, сеньора. Вы прибыли в Россию, извлотя говорить по-русски. Но! Этого требует от нас великий магистр! Нет! Да! Слушайте, ты дыка нанурлали, брутофачо! Странца! Ах, Странца! Шикар! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А они с каждым годом растут в силу компьютеризации труда, урбанизации населения, его старения, да и просто изменения моды. В первом приближении специалисты оценивают потребности так. Дети и подростки 28 миллионов, женщины 62 миллиона, мужчины 50 миллионов. Всего 140 миллионов нуждается в очках, которые исправят не только зрение, но и внешность. Дети и подростки 28 миллионов. Поправы Ерецкого завода медицинского оборудования в прекрасной гармонии с неповторимостью каждого из нас. Очки помогают видеть вокруг, сейчас, нынешнего. А как увидеть будущее? Кто мог разглядеть в тогдашних актерах, осветителях, рабочих сцены будущих писателей? Людмилу Петрушевскую, Виктора Славкина, Анатолия Макарова, кинорежиссеров Алексея Симонова и Леонида Шварца. Кто мог предсказать спектакли Александра Вилькина? Дуэт Аркадия Сакчарайкина с нашим Сашей Карповым. Международные премии художника-карикатуриста Михаила Ушинца. А стихи нам писали Юнна Морец, Виктор Забелышинский, Давид Этель. А музыку? Николай Песков, Олег Янченко. Простите меня те, кого не назовут. Но ведь нас было больше двухсот. Теперь даже в рекламе очков говорят про неповторимость каждого из нас. А тогда убеждали в обратном. Только миллионы силы. И чтобы все в ногу, в ногу, в ногу, так легче управлять. Можно подогнать, а можно встать на месте, а потом и залечь на годы. Наш дом сформулировал свое кредо такими словами. Мы ненавидим тех, кто глаголу двигаться предпочитает глагол стоять. А еще лучше лежать. До официального застоя было еще несколько лет, но наш дом уже били в кровь. И тогда инфантильный театр романтиков 60-х уступил место. Сначала театру абсурда, а потом театру высокой литературы. Наш дом прорывался через вату официального вранья, к душам и чувствам, которые у каждого зрителя, мы верили, действительно неповторимы. Самый счастливый день – это когда репетиция удалась. И этот день – будничный день. Вот тогда испытываешь большое счастье, когда твои друзья тебе ответили пониманием. Таких счастливых дней у меня сейчас очень много, потому что есть театр-студия у Никитских ворот. И у театра есть свое помещение. Мы продолжаем жить. И есть возможности для счастья. Не только права, но и возможности. Именно так. Скажи, пожалуйста, с чего начинается театр? С человека или с некой театральной идеей? С человека, который несет некую театральную идею. Тут нет парадокса. Спектакль «История лошади» в своем театре и в своей, только в своей версии. А вот эту, гнезд, я у лоейка ухудшу. А вот эту, гнезд, я у лоейка ухудшу. Ах! 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 Ах сразу двух популярных персонажей. Ты, Галка Галкина, в юности, и более того, теперь уже можно раскрыть секрет, ты, Евгений Сазонов, в литературке, ты автор бурного потока. И первые твои литературные опыты в сатирической прозе приветствовал, скажем, Корней Ивановичуковский, Шкловский и многие другие мастера. Почему ты изменил этому направлению? Ну, во-первых, не будем так громко говорить, родначальник Евгения Сазонова. Я сказал, родначальник, я сказал, что ты и есть Евгений Сазонов, ибо ты и есть автор бурного потока. Да, когда меня принимали в союз писателей, между прочим, на приемной комиссии, один известный писатель сказал, а зачем нам еще одного Евгения Сазонова принимать в союз писателей? Все засмеялись, но все-таки проголосовали. Значит, за меня. Ну, почему я не занимаюсь сатирой всерьез? Да, действительно, когда я был, так сказать, юный молод, и у нас была действительно веселая, так сказать, компания, веселая генерация друзей, которых не назовешь, так сказать, просто хохмачами. И вот, наверное, из этой атмосферы и какое-то желание... Ну, у меня никогда не было желания просто острить. Остряков было много, и они всегда вызывают у меня восхищение, даже если это просто остряки. Но профессионально острить в этом что-то есть тоже трагическое. Тем более в условиях, так сказать, той патологической, так сказать, несвободы, в которой мы жили, надо было или становиться Салтыковым-Щедриным, и, наверное, у меня для этого не было серьезных оснований. Вот. Ну, вот у меня есть такой цикл коротких рассказов, которые я в 60-е годы написал. Они, в общем, все были тогда непечатные, у меня скопилась целая груда этих таких коротеньких юморесок, которые я назвал тормашки. Ну, что такое тормашки? Тормашки — это неизвестно что. Это то, чем летят вверх. Вот Саша Филипенко некоторые тормашки до сих пор читает. Ну, вот не только мы капустники увлекались, не только чувств, хоть и прекрасно несли. В середине 64-го года... 64-й год. Сейчас мы узнаем, что это был конец, конец первой перестройки. Так они ничего не знали. Занимались юмором и сатирой. Вот. И разрушки приносят свою пьесу. Целые вещи так проклятые. А вот... А вот вы слышали? Скоро будет реформа. Какая реформа? Какая реформа? Какая реформа? Какая реформа? Переменовывает. 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 Как это? Как это? Как это? Вот так. Деньги будут называться не рублями, не долларами, не тубриками, а... Идеалы. 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 Как это? Как это? Как это? А вот так. Вы приходите в магазин и спрашиваете. Ну, спрашиваете. Сколько стоит эта вещица? А проделец отвечает. Недорого. Всего шесть идеалов. А потом? Потом подходите к кассе и платите. А потом? А потом вас дома ждет разговор с женой. Зачем ты это купил? У нас до пылучки осталось так мало идеалов. На что мы будем жить? Ну, вечно ты паникнуешь. Перестань. Ну, сколько раз мы оставались без идеалов? Были готовы с безвитебным положением. И ничего страшного не произошло. Ничего. Я считаю, что жить без идеалов даже лучше. Только ты спокойнее себя чувствуешь. Никто тебя не тронет, не ограбит, не убьет. Ах! Боже мой! Почему не стосам у Василия Васильевича? У него тысячи идеалов не то, что у тебя. Он считает, тебе налево и направо. Идеалов не пахнет. У тебя была бы идеальная жена. Ну, дорогая. Успокойся. Ну, пожалуйста. Значит, маленький. Масштабь один вести тысячи. Идеалов у меня меньше. Но зато их легче потратить на твои бездевушки. Согласись, тебе нравится, когда тратишь свои идеалы на твои бездевушки. Да. Вот хорошо. Вот и слава. Вот и помирились. Ерунда. Что же тогда? А то, что реформа, о которой выйдет, что она будет, она уже была. Как-то, как-то, как-то. А вот так. Лично я давно живу на идеале, как на деньги. И на деньги, как на идеал. И Вы, между прочим, тоже. Что наиболее трудно для тебя было, когда ты начинал каждый раз заново? Ну, так трудно. Каждый раз всегда новое дело, оно всегда отличается от предыдущего. И, конечно, нас заедают, прежде всего, организационные сложности. Но если у тебя есть какая-то творческая программа, то все организационные сложности оказываются незначущими. То есть, в принципе, ты всегда не с одну театральную идею. Ты можешь ее сформулировать? Театральную идею? Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду. Я всю жизнь, так сказать, мне кажется, я пытался, во всяком случае, говорить на генеральную тему всей русской культуры. То есть, защита униженных и оскорбленных. Меня интересовал конфликт, так сказать, хищника, сверхчеловека, точнее, человека, возомнившего себя сверхчеловеком и его жертвы. На самом деле, это конфликт веры и безверия. А-а-а! Баю-вашки, баю! Ай, песенка, твою! Баю-вашки, баю! Ай, песенка, твою! Баю-вашки, баю! Ай, песенка, твою! Тварь, ты видишь тебя уже в темной душной избе. На полу ворочается ее покойный отец, Ефим Степанов. Она не видит его, только слышит, как он катается от боли по полу и стонет. Мать Пелагея побежала к господам сказать, что Ефим вымирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается. Возвращается Пелагея, она крестится и шепчет. Ночью вправили ему, а к утру Богу душу отдал. Царство небесное вечно походит. Варька идет в лес и плачет там. Но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она столько изолбов оберет. Здесь даже паршивый деда плачет, но спишет. Боевашки, 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 песенку спают. Ее на пятно и тени опять приходят в движение. Лезут в неподвижные полуоткрытые глаза Варьки. Опять она видит широкое шоссе, покрытый жидкой грязью. Люди с котонками разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать. Она легла бы с наслаждением. Но рядом с ней идет мать Пелагея, она торопит ее. Обе они спешат в город наниматься. Подайте, милостыньких ресторанов! Явите божескую милость, господа милосердные! Подай сюда ребенка! Подай сюда ребенка! Подай сюда ребенка! Варька вскакивает, нет ни шоссе, ни Пелагея, ни встречных! Катается среди не комнаты, а до толстой хозяйки, которая пришла накормить своего ребенка. Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она уйдет. А за окнами уже синеет воздух. Скоро утро, наконец, измучившись, Она напрягает все свои силы и зрение, Глядит вверх на мигающее зеленое пятно И, прислушившись к крику, Находит врага, лишающего ей жить. Этот враг и ребенок! Она смеется! Ей удивительно! Как это раньше! Она не могла понять такого пустяка! Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, Кажется, смеются и удивляются! Она встает с табурета И широко улыбаясь, И, мигая глазами, Прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мыслей, Что она сейчас избавится от ребенка, Убить ребенка, А потом спать, Убить ребенка, А потом спать, Убить! 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 Спать! 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 Скажи, пожалуйста, твой самый знаменитый спектакль? Знаменитый? Это вообще такое слово, словечко, не совсем самый дорогой или самый знаменитый? Нет, самый знаменитый. Наверное, самый знаменитый, все-таки, по справедливости, надо сказать, действительно, история лошади. Большой драматический театр имени Горького в Ленинграде. Или сокращенно и привычно театр Товстоногова. Академия. По дороге сюда, после закрытия нашего дома, такие залы Марку не доставались. Хотя и жаловаться грех. Доктор Чехов, он был поставлен прямо в доме, где жил Антон Павлович. Казнь Тропмана по Тургеневу в бывшем монастыре. Залишоченные окна, сводчатые потолки, сами стены помогают. А стены театральной академии, дело непростое. Сначала Марк на малой сцене БДТ поставил бедную Лизу. Потом принес Товстоногову, придуманную в нашем доме, историю лошади. Эта придумка так понравилась Георгию Александровичу, что переехала с малой сцены на большую. И с самим Лебедевым. Вы увидите, что Двери. Зенёжие. Прочой доложить. В Двери. Я еду на Кузнецком, Люду, заливи! Хаш, пролетай мимо! Хаш, заливи! Не решай, толпа, затеем, конем, заливи! Старались, только не задеем! Эй, ходи, живи, эй! Эй, ходи, живи, эй! На Кузнецком, узком на мосту, Эх, рассечь, толпу-то на лету! Пролетели безоглядно радостным тоска, Только крикнул непонятно, Чего, завучка, эй! Эй, эй! Чего, он вдохни на мечтах, Серafar, паяк, из чай убстани! Проводяки про наркеты тачки не колья. Сколь по облочей, небосведь не колья, что и надяй! Эй, эй, ай! Вставай! Вставай! Ну, счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. Американский театральный ежегодник. Лучшие спектакли. Розовский раз, Розовский два, История лошади Розовского три, Одиннадцать упоминаний. Я смотрю на эту книгу, смотрю на эти афиши, афиши самых разных стран. У меня возникает такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот при всем этом изобилии театрального счастья, был у тебя в жизни день, час, минута, когда ты ощутил крах, полный крах своего дела и свой собственный? День закрытия студии «Наш Дом». Самый горестный день в моей, так сказать, что называется, творческой жизни. Это был... Ну, это... Смерть театра, это равнозначно смерти самого любимого, самого дорогого человека. Более того, это даже в каком-то смысле похороны самого себя. То есть ты как бы живешь, ты присутствуешь при забивании в собственный гроб гвоздей. И ничего страшнее для любого творческого человека нет. Театр — это второй мир. Он приходит из ниоткуда и уходит из них куда-то в никуда. Послушайте, ведь если театры не закрывают, значит, это кому-нибудь нужно. Вот он. Чего только не играл этот артист. Мне не нравится его физиономия. Я знаю многих, кому не нравится, но, скажем, моя физиономия из-за этого ничего не следует. Ну, вы, контора у тебя работает, начальник. Ведущий артист театра имени Евгения Вахтангова. На сцене Шекспир, Айтматов, Роза, в Брестском мире Михаила Шатрова он так неожиданно сыграл Николая Ивановича Бухарина, что критики пересорились в оценке этой роли. А в кино? Поначалу одни детективные ужасы. Будет завару, да не найди мне место. Ой, что будет, дяденька, хоть назад слыви. Жене, чтоб добычика ждет косой невеста. Дождь завершен свадебный, будет на крови. Будет заваруха, отцов и в расстрочку. Тут, гляди, поглядывай и вертись по сон. Сын-сосом разорится. Мать ограбит дочек. Будет рысь священник, золото крестом. Будет заваруха, это уж поверьте. В этом деле надо, но держаться молодцом. Два шага не больше, от звезды до смерти. Там, где пахнет золотом, пахнет и свинцом. Все, что сейчас делаете со мной, это бесчеловечно. Это не людоядство. Саша, говорят, что удачная актерская судьба подразумевает три обязательных элемента. Талант, труд и случай. История театра, в частности. Так вот, дарованием и трудолюбием тебя Бог не обидел. А как со случаем? Ну, я бы сказал, конечно, случай. Талант и трудолюбие, может быть, вот так. Потому что все, на что я рассчитывал, как говорится, ставил. Ставка была. В лучшем случае на четыре я. Получил четверку за это. А то, за что получил пять, это пришло ко мне неожиданно совершенно. Да и вообще вся история моя. В наш дом пришел и случайно совершенно. Вот там было какое-то такое знаменитое собрание. Вот, и мне передали, что там сейчас так строго, и так у них сложно в этом театре, что, может быть, тебя примут. Попытайся туда, значит, пойти на конку. Ну, это я хорошо помню, как ты пришел. Ну, вот, потом вся история, конечно, перехода на профессиональную сцену. Тоже совершенно неожиданно. У нас было много, мы обсуждали много нашей пятеркой, основной пятеркой любителей наших. Ну, много было вариантов. Казалось, а физтех никогда не кончил. И в самый неожиданный момент так вот случилось. И нас закрыли, наш театр. И было предложение сниматься на Мосфильме. И как-то так. И мне дали вольное трудоустройство, в отделе кадров Академии наук. И вдруг, пожалуйста, вот случай в кино, вы понимаете, рожденный революцией. Ну, я никогда не подозревал, чем это для меня обернется. И вот так вот злодей-убийцей долго я, как говорится, не мог выйти из этого стереотипа восприятия актера Филипенко, как актера, так сказать, вот такого яркого представителя темных сил. И только потому, что Герман, Алексей Герман, побывал на нашем спектакле в свое время сказания про царя Макса Емельяна и помнил, и нес это в голове, вот номер Точилина Фарады. И меня он помнил. И вот он так вот и протянул это. Через 10 лет он мне предложил совершенно неожиданно вот играть его в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Я с ней был знаком, с Германом. Поверил ему. Ну, и вот в итоге максимальный резонанс о моей киношной творческой биографии был вот через фильм «Мой друг Иван Лапшин». Алло, это седьмой? Это я. Мне 9 лет. Алло, это седьмой? Позовите, пожалуйста. Позовите, пожалуйста. А? Клаву, Клаву из Юсовой. Клаву из Юсовой. Кто говорит? Э, Кошкин, ешь пирог с грибами, а не то и действительно того. Отец. Радио выключи. А так буду, не забуду этот паровод. Ихний генеральный штаб как думает? Ихний генеральный штаб думает вот как. Так, в 1606 году польская армия дошла до Москвы. Правда, и дропанул вместе с Владиславом. Второй раз Наполеон взял в Москву. Я, который в тиги-брики чемодан увез. Ну, дожили. Я тут старушку одну лечил. Ну, вы зарослая, старушка. Все мыло себе варило земляничное. Ваше, говорит, кошками пахнет. Температурила, температурила. Позавчера померла. Уже 37,7. Ват, привет от старушки. А, Ват? В душе ни желчи, ни зло бы хотелось бы так любить, обнять в это мгновение, обнять хоть кого-нибудь из прежних. Никогда еще не было таких обильных и здоровых запасов духовной жизни. Это отрада. И я испытал ее тогда, когда прощался перед смертью. И уже сколько раз после того грешил против сердца и духа. не раздавал волю желчи и злови. Но ведь это ощущение жизни. Ощущение времени, как чудесного дара. Жизнь-дар. Публика ждет развлечений, больше развлечений. Больше юмора, больше таких легких вещей. А может быть иногда, когда едешь на концерт, на спектакль, не представляешь достаточно, какая аудитория. И вообще я стараюсь перед началом спектакля, концерта, чтобы была подробная афиша. Если там написано Платонов, Бабель, Зощенко, Гоголь, то я надеюсь, что публика, которая внимательно прочитала это дело, она придет, придет та публика, которая настроена на эту афишу, на эту программу. А невозможно, невозможно. Это не согласно ни с чем. Невозможно, чтобы чиновники так могли себя собугать, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем тут дело. Вот так скажут многие читатели. И обвинят автора в несообразности. И назовут бедных чиновников дураками. Да, читателю легко судить, глядя из своего покойного угла. Ну так и во всемирной летописи человечества есть целые столетия, которые нужно бы вычеркнуть и уничтожить, как ненужные. Ибо много свершалось в мире заблуждений, которых теперь, казалось бы, не сделал ребенок. Какие кривые, глухие, искривленные, и заносящие далеко в сторону дороги, избирало человечество, стремясь достигнуть вечно истины. Тогда как перед ним был открыт прямой путь, прямой, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями. Но мимо него, мимо него, в глухой темноте текли люди. И уже сколько раз, наведенные небесным огнем, они и тут умели сбиться в сторону, умели напустить слепой туман друг другу в очи и, влачаясь вслед за болотными огнями, умели таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга, а где выход? Где дорога? Видит все теперь текущее поколение, дивится заблуждением своих предков, не видя, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что отовсюду глядит на него же, на него же, на текущее поколение. Но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки. Где выход? Где дорога? Ну, всенародную славу тебе все-таки принесло телевидение. Да, телевидение. Это тоже был уникальный какой-то случай. Значит, только начиналась передача «Вокруг смеха». И редактор этой программы, Таня Паухова, она, значит, спрашивала меня все время, ну, Саша, ну что у тебя есть, ну как? И вот только... А я говорю, ничего у меня нет, ну не может быть, ну что-то с Марком, у вас, говорят, там какой-то есть номер. А действительно, этот номер Славкина мы придумали, чтобы ну, для внутреннего употребления на вечере молодых драматургов, который этот семинар возглавлял Арбузов. Давай, попробуем и запишем. И вот они с Гариком Череховским тогда вместе, значит, запустили в эту передачу. Я не ожидал, что в течение одной недели, вот, оказывается, ее весь Союз видел. Не запомнили фамилию актера. Запомнили только что «Лысый» и «Козел на саксе». Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Oh yeah! Кстати, бездагидная песня оказалась. Мне мой младший перевел, у меня в спецшколе, английский на раз течет. Он говорит, пап, а там один парень другого спрашивает. Ребята, это паровоз на Чатанугу. И все! Обычная железнодорожная тематика вроде стоила по устаночке. А мы с Бэнсом хрипели так, будто кто-то кого-то убил и поет над трупом. Ну и врезали нам тогда. И за Кока-Колу, и за нашу Чучу, и за галстуки. С драконами. Я этот вечер, людьми, никогда не забыл. У меня, наверное, ничего страшнее, это потом в жизни не было. Собрание вечером было. Зима, народу полно, скоро сессия. Декан бегает, кричит. Бум от числя. Бум от числя. Бум от числя. А че Ивченко? Че Ивченко? Он сидел рядом с деканом, качумал. А прорабатывал нас аспирантами. И он всю жизнь запомнил. По глазам. Сидел в таком бычках. Глаза белые и прозрачные. В душу. Ключок. Диплом мы вам дадим. Но будете вы инженером без допуска. А я тогда не понимал, что такое допуск. Струхнул сильно. Это вроде всех допускают, а меня нет. А почему? А я его недавно встретил. Он меня не узнал. А я его сразу, по глазам. Сидит, рыбегла с бумажки, со стола на столбе лежит. Выходит к этим бумажкам, его только и допустили. А у меня в Челябинске полсотни экскаваторов до тысячи молодцов строителей. И сам чёрт мне не страшен. А тогда страшно было. Железный страшный. Молодый, зелень молодский. Не знаю, чё твой Бэмс комплексует. Но все мы теперь по своим лункам определились. Упаковались. А что было, то было. Что не говоря, это было самое счастливое время нашей жизни. Оно у меня как третий дом моих воспоминаний. Стоит на полке вот так. Плохо мне. Я достал, почитал. Хорошо. Ты помнишь, было нам 16 лет. Душа не знала жизни тень. Поцеловались мы тогда с тобой Весенний день. И козел на саксе. А сентиметр Джонни? Ну, кто-нибудь, ну? Одна чувака хиляла по дверю Она хиляла взад, вперед И тогда с ним еще Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Достать из сундуков наши старые доспехи Натянуть брюки дудочкой с мылом Набрялинить волосы, ну кого что осталось И врезать им стилем Думаешь, пойдем? Оригинал! Перелом шейки бедра в двух местах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот эта вот студенческая Какая-то лицейская Какая-то вот дружба Шестидесятников будем говорить Так, она как-то Давала, в конце концов Дала какие-то плоды И я очень благодарен Саше Филипенко за то, что Он этот номер держит в своем репертуаре Действительно вот уже 10 лет Это был знакомый многим Монолог из пьесы Славкина «Взрослая дочь молодого человека» А это сам Виктор Славкин Драматург, которого играют во многих странах В нашем доме рабочие сцены и автор Здесь и дебютировал как драматург Одноактной пьесой «Плохая квартира» Рутберг мне сказал Когда я написал там какое-то обозрение И Рутберг репетировал его А я был рабочим сценой Я должен был все это делать И я все время отвлекался Сидел в зале и слушал текст И Рутберг на меня страшно один раз наорал По каких-то гвоздей не хватал И он сказал Я говорю, Леша, ну мне же вот я написал Мне слушать Он говорит, старик, что ты сделал Кроме того, что написал пьесу? И эта фраза висит надо мной всю жизнь Потому что я, в общем-то, так сказать Вот с этой фразой и живу Казалось тогда, что Так вот мы всю жизнь будем Такой компанией двигаться Придумывать все вместе Писать все вместе И вот эта знаменитая фраза Старик в порядке бреда Кто-то кидал какую-то идею Кто-то эту идею докручивал Ну, конечно, жизнь Не дала этой компании Слишком долго существовать Нас разбили административно Ну и Потом Как-то у каждого появился свой театр Своя редакция Но все равно это чувство компании Нас соединяло даже тогда, когда мы не были уже Театром Вот, кстати, насчет компаний Они, вот я уже сказал, разрушались административно Ну, потом жизнь как-то нас, может быть, разводила Во всяком случае, не так тесно мы были спаяны, как в 60-е Ну, а потом начались уже такие уходы Вот Володя Точилин недавно умер И Это какая-то, так сказать, как бы часть отвалилась от нас Очень большая Потому что это был такой, ну, ведущий актер Эстрадной студии Вот холстомер, между прочим Розовский придумал, задумал И, так сказать, затворил эту идею В эстрадной студии МГУ «Наш дом» для Точилина И так получилось, что потом студии не стало И эту роль уже сыграл другой актер И кто знает, может быть, если бы это, если бы студия жила То, если бы сыграл Точилин эту роль Мы бы сейчас говорили о нем как об очень большом артисте Это, кстати, можно и говорить и сейчас Но знаем это мы И те зрители, которые были в 60-е годы Входили в клуб МГУ Например, Макс Емельян Это как раз была роль, которую было очень трудно сыграть Это тот, тот самый прообраз Такого, ну, как мы говорим, ну, так вульгарно Синтетического артиста Которого сейчас днем с огнем ищут режиссеры Который мог и плакать, и смеяться И заставлять плакать, и смеяться Студию Который играл материал очень сложный И теперь это уже история Тогда не было видеомагнитофоном Это не зафиксировано Об этом только, может, вот так сказать, рассказывать ветераны Но, тем не менее, имя Точилина, я думаю, что должно войти в историю советского театра Мы с вами не перепутали? Там ведь еще выход из метро Вот их два Вы где условились, Стэль? Субтитры создавал DimaTorzok Зритель умнеет Он не должен слышать повторы какие-то Понимаете, ведь это же художественная литература Это эстрадная драматургия Почему же она должна плестись где-то в хвосте той информации, которую мы получаем ежедневно? Но пронзительный мотив начинается Внимание! Спят друг друга, обхватив Молодые, как в Нирване И в невежестве своем Молодые человеки И бум-бум о берегах, о серебряных лугах Где седые человеки спать обнимутся вдвоем Один уснет навеки Хорошо быть молодым Просто лучше не бывает Удивительное дело Могло больше нравиться то, что делал Точили Меньше нравиться Одно абсолютно бесспорно Этот человек прожил свою жизнь С абсолютным ощущением собственного человеческого достоинства В наш дом пришел семиклассникам Приняли через три года Свой знаменитый персонаж получил, кстати, из рук Точилина и Фарады Чтобы избавиться от тараканов Надо В столовой Где я работаю Взять Полпорции Суточных щей На ночь Распрыскать По всей квартире И к утру от вас Не то, что таракан От вас все соседи упал Ты был единственным актером Который после закрытия студии Ушел сразу же На профессиональную эстраду И не просто на профессиональную эстраду Ты ушел к Райкину Скажи, пожалуйста, теперь Когда нет Аркадия Сакченко Когда трон короля Советской эстрады свободен А эстрадная студия университета «Наш дом» Выдала на гора Огромное количество суперзвезд Советской эстрады Кто из бывших эстовцев Имеет право Претендовать На трон Райкина Ну, вопрос, конечно, непростой Очень Хазанов, Хазанов Скажи слово одно Хазанов и все Интересно Что по этому поводу думает Роман Карцев Как стать звездой? Надо провалиться в ГИТИСе И в Щукинском училище Поступить в инженерно-строительный А окончить цирковое училище Поработать с Утесовым Победить в нескольких конкурсах И заработать массу неприятностей Из-за репертуарного своеволя До сих пор его репертуарные эстраде И репертуарные экраны Не всегда совпадают Доклад Товарищи За истекший период Мы добились огромных успехов В самых разных областях А именно Курской Таганской Павелецкой Далее со всеми остановками Но самых больших успехов Мы добились В области смеха И это неудивительно Поскольку во все времена Жить без смеха У нас было Практически Невозможно Конечно Смеялись И за границей Но как? В то время как на Западе Слышалось жалкое хихиканье На наших бескрайних просторах Раздавалось Неуемное Дикое ржание Но кто у нас Смеялся раньше? Помещики? Эксплуататоры? И только с приходом В нашу жизнь Д Д И А, диалектики Смех стал Достоянием Широких народных масс Достаточно сказать Что если в 1913 году У нас смеялся Каждый Десятый Над каждым Вторым То теперь у нас смеется Каждый Второй Каждого Десятого И каждого Двадцать пятого Каждого Месяца Достаточно Сказать Что На сегодняшний День Мы вышли На второе Место В мире По смеху В тяжелой Промышленности На первом Месте Мы же Но уже По количеству Комедийных Ситуаций В сельском Хозяйстве Смех У нас давно Превратился Из предмета Роскоши В предмет Первой Необходимости Особенно В тех городах Где пока Нет предметов Второй Третьей Четвертой И других Необходимостей В заключении Хотелось бы Подчеркнуть Что поговорка Хорошо смеется Тот Кто смеется Последним Безнадежно Усталило У нас Последних Нет Нет И быть Не может Потому что Как только У нас Появляется Последний За ним Сразу Занимают Очередь Спасибо Днем Город Как город И люди Как люди Вокруг Но вечер Приходит И все Изменяется Вдруг Горица Актеров Кладет Он Таинственный Грим Гамлет Страдает И снова Поет Лынгрим Ах Этот Вечер Лукавый Мах Одет И вечно В лиловый Фрак Погаснут Свечи Уйдет Любовь Но Этот Вечер Вернется Вновь Опять Каравеллы Привозят Рабов И вино В ту Гавань Что дремлет На дне Океана Давно И вновь И вновь Слышен Голос Далекой Но верной Любви Что схожа С планетой Еще Не открытой Людьми Ах Этот Вечер Лукавый Мак Одетый Вечно В лиловый Фрак Погаснут Свечи Уйдет Любовь Но Этот Вечер Вернется Вновь Нельзя В этом мире Пройти Не оставив Следа Вечер Волшебник Запомнит Нас Всех Навсегда И новые Люди В далекой Неведомой Мгле Когда Нас Не будет Нас Будут Играть На земле Ах Этот Вечер Лукавый Мак Одетый Вечно В лиловый Фрак Погаснут Свечи Уйдет Любовь Но В этот Вечер Вернется Вновь Вечер Лукавый Мак «Свист Вэт Лукавый Мар Per